41-е заседание Совета Зайнского муниципального района с участием президента Республики Татарстан прошло во Дворце культуры и энергетик. Перед началом пленарной части президента ознакомили с последними показателями работы Зайнских промышленных предприятий и сельхозформирования района. Темой заседания стали итоги социально-экономического развития Зайнского муниципального района в 2018 году и задачи на 2019. Глава Зайнского муниципального района Разив Каримов ознакомил с основными показателями развития экономики. Полностью выполнить все предыдущие социальные обязательства выросли все отрасли энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, нефтедовыча. Индекс промышленного производства составил 125,9% лучших среди всех промышленно развитых районов, 6-й рамок среди 45 районов республики. Что касается развития сферы промышленности, Разив Каримов отметил, что стратегической задачей и Зайнского района в том числе является необходимость модернизации Зайнской ГРЭС. На этом президент Атарстана акцентировал внимание в Совете Федерации Госдумы России. Надеемся, что вопрос включения предприятия новой федеральной программы модернизации тепловых станций будет успешно реализован. Рахмат Сызгар. Реальной точкой экономического роста должны стать открывшийся недавно агропромышленный парк и Зайнский элеватор. В сфере сельского хозяйства района главными задачами на 2019 год должны стать успешное проведение посевных работ, сбор 158 тысяч тонн зерна, 400 тысяч тонн сахарной свеклы. В сфере животноводства главная задача – выйти на 100 тонн ежедневного производства молока. Также были озвучены приоритетные задачи в различных областях – образование, здравоохранение, молодежной политики, культура, социальной защиты. Президент республики в своем выступлении отметил, что несмотря на хорошие показатели работы промышленных предприятий, стоит обратить внимание на субъекты бизнеса. Доля малого и среднего бизнеса в главном территориальном продукте – 15%. Мы понимаем, что у вас есть крупные производители. На самом деле эта цифра достаточно немаленькая, но с учетом того, что есть такие предприятия, надо расширять возможности развития малого и среднего бизнеса. Конечно, надо создавать инфраструктуру. Вот я сказал, огромный профпарк, у вас есть промо-площадка «Заман». Но, опять-таки, благополучие только за счет крупняков, агрессивных групп, теплоизоляции, колесный завод, генерирующая компания, мы должны создавать условия всем видам бизнеса. Это новые рабочие места и поступление в бюджет. Президент республики обратился к представителям контролирующих органов с просьбой создать районе благоприятной для бизнеса среду. На сессии было озвучено, что в 2018 году «Заинский район» нарастил выпуск продукции на 37%. Индекс промышленного производства составил 125,9%. Рост экономики района в основном обеспечен за счет загрузки мощностей «Заинска ГРЭС», завода «Заинский сахар» и других ведущих компаний района. Акцентировал президент и внимание на демографии. Главным условием роста населения должна стать стабильность жизни. Ну и самый главный показатель для любой страны, региона, района – это демография. Мы видим и в целом по республике. В этом 2018 году у нас плюс только 1600 человек. Конечно, это нас очень серьезно беспокоит. Надо очень внимательно посмотреть, какие есть возможности, что нужно сделать. В самом выступлении президент республики отметил и хорошую платформу для роста молодежи. Это «Заинский политехнический колледж» и «Центр работ под напряжением». Сегодня самая главная конкурентность любой страны, территории – это люди. Человеческий капитал. Сегодня ценности, вот у них золота было много, а нефть и газ уже переходят на другую плотность. Это интеллект, это люди, их конкурентность. И они должны получать и языковые, и другие профессиональные навыки, чтобы быть конкурентным. Много мы сегодня говорим о имидже рабочих профессий. Здесь у вас тоже есть хороший пример. Значит, колледж, где у нас центр работ под напряжением. Мы хотим, чтобы из городов, районов республики наша молодежь приезжала и видела, что не все должны вузы идти, они могут вуз потом получить дополнительный. Надо получить хорошую специальность. Мы и дальше будем поддерживать создание ресурсного центра, поддерживать все эти начинания по повышению престижа вот этих рабочих профессий. Завершая выступление, президент республики поблагодарил Зайнцев за работу. Всем большое спасибо. Хотел бы поблагодарить от имени руководства республики за тот вклад в развитие республики, актив депутатов, руководителя района, пара взвода. Всем большое спасибо. Также на заседании составилась торжественная церемония награждения. Медалью за доблестный труд награжден исполнительный директор Зайнского хлебоприемного предприятия Ревгат Фардеев. Почетное звание заслуженный врач Республики Татарстан присвоено главному врачу Зайнской ЦРБ Риму Амерову. Почетное звание заслуженный работник культуры присвоено директору киноучреждения Мунавиру Зиаддинову. Заслуженный работник сферы обслуживания населения присвоено продавцу общества Зайнская кооперативная торговля Алсу Набиулиной. Благодарность президент Республики Татарстан объявлена заместителем руководителя Кадыровского сельского поселения Людмиле Барсуковой и учителю физики школы номер 2 Виктору Курову. Елена Маврина, Юлия Казамарова. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова